Областные парламентарии заканчивают работу над главным финансовым документом области – бюджетом. На очередной сессии Заксобрания народные избранники приняли изменения в бюджете текущего года и продолжили планировать распределение областных рублей в 2016-м. Также рассмотрели ряд других вопросов. Число кредитов при Амуре продолжит расти в 2016-м году. К такому выводу пришла контрольно-счетная палата области после анализа проекта бюджета на предстоящий год. Казна в 2016-м году по предварительным расчетам не сможет покрыть 844 миллиона рублей своих расходов. Это примерная сумма дефицита бюджета. Глава контрольно-счетной палаты региона отметила, что в структуре газдолга области также продолжат преобладать коммерческие кредиты, и на данный момент проект бюджета не укладывается в стратегию снижения задолженности к январю 2019 года. Амурский Минфин предложил выделить из казны при Амуре 872 тысячи рублей на выплату компенсации в связи с увольнением заместителей председателей правительства. Этот пункт вызвал вопросы у народных избранников. Однако парламентариям объяснили, что эти деньги правительство своим бывшим сотрудникам должно в соответствии с трудовым кодексом. Это сумма компенсации для нескольких человек, в основном за неиспользованные дни отпуска. После сентябрьских выборов губернатора сразу несколько зампредов покинули Амурское правительство. Стало известно еще об одном увольнении высокопоставленного чиновника. На сайте областного правительства появилась информация, что Олег Гуменюк ушел в отпуск, по окончанию которого планирует выйти на новое место работы. Кто займет должность зампреда по социальным вопросам, пока неизвестно. В настоящее время глава региона проводит консультации с профессиональными сообществами области на предмет назначения нового члена правительства. Кандидатуру на покидаемый пост предложит и Олег Гуменюк.